Самый трудный в физиогномическом определении асцендент. Самый трудный. Почему так происходит? Потому что люди с асцендентом в Водолее, у них есть черты Козерога. Они очень похожи. Вот тут можно спутать с Козерогом, потому что Водолей, как и Козерог, знак Сатурна. Но в отличие от Козерога, у них нет мрачности. Козерожей вот этой сердитости. Асцендент в Козероге, даже если детские фотографии смотреть, все время в такой сердесердитой физиономии сидит, чем-то недовольная вещь. Это асцендент в Козероге. Да, еще физиономически забыл сказать. Часто у асцендента в Козероге бывает вот так вот немножко удлиненный подбородок. Подбородок удлиненный такой вот, да. Вот. У Водолея похоже на Козерога, но мрачности такой нет. А что есть? Они смотрят как будто бы сквозь вас. Фирменный знак асцендента Водолея, это вот люди, у которых бывает такое расходящееся косоглазие. Ну, это когда один глазик смотрит вправо, а другой глазик влево. А вы когда на человека смотрите, вам непонятно, он вас вообще видит или нет, потому что глазики как-то разошлись в разные стороны. А асцендент Водолея, вот такое же ощущение, он смотрит как будто бы сквозь вас. Как будто бы вот он сканирует на сквозь, но не как скорпион, который, вот смотрите, пронзительный. Мехистофелевский взгляд, прожигающий у асцендента в Скорпионе, у Водолея не прожигающий, но он куда-то туда сквозь вас смотрит, это общительный человек, общительный. В отличие от Козерога, его первая реакция это общаться, разговаривать, это асцендент Водолея. И как еще определить асцендент Водолея? Эти люди очень любят подурачиться, очень любят подурачиться. Вот у нас в кино есть замечательный, можно сказать, хрестоматийный пример мужчины с асцендентом Водолея, но он сыграл героя, он у него у самого асцендента Водолея, а тут и герой как раз получился в точности, как вот они, которые периодически совершают какие-то дикие поступки. Дикие поступки это когда Мимино, когда вот он вытворял периодически что-то такое, что стоило ему карьеры и вообще дальнейшей жизни, ну и плюс тут еще Уран, Водолей же это знак Урана, а Уран это авиация. Люди с асцендентом Водолея склонны к нестандартным поступкам. Вот козерог никогда не по правилам, никогда не поведет себя. Если сказано, что вот тут вход, а тут выход, асцендент в козероге наоборот не пойдет. Асцендент Водолея всегда идет не так, как всем, всегда едет по встречной полосе. Асцендент Водолея, это так в этом человеке проявляется Уран, склонен к нестандартным поступкам и периодически он шокирует окружающих. Например, зная, что корову он на своем вертолете не имеет права перевозить, он тем не менее подцепил эту корову и по воздуху вез ее, за что ему объявили строгий выговор занесения. Человек с асцендентом Водолея склонен совершать нестандартные поступки. Знаменитый датский физик, гордость Дании, Нильс Борт, человек с асцендентом Водолеи, который собрал вокруг себя самых выдающихся физиков 20 века и тоже такую вот нестандартную, организовал нестандартную атмосферу адмирал Колчак, асцендент Водолея. А вот интересный пример, правда, пример в итоге ставший печальным. Был такой теледеятель, видите, он нам подсказывает, что у него асцендент Водолея. В чем подсказка? Он сфотографировался, Андрей Разбаш, на фоне самолетика. А дело заключалось в том, что он, я вам говорил, фотографии, там просто написано, где асцендент, и нужно только увидеть ключевые моменты. Например, если много фотографий, где человек на фоне моря или воды, первое, о чем мы должны подумать, это водный асцендент. Те же самые козероги обожают фотографироваться в горах и каменоломнях, потому что горы это сатурн. Еда это может быть асцендент в тельце, они обожают на фоне еды, причем, которая еще не сфотографироваться. А это он на фоне самолетика, но ему подкосили две вещи. Первое. Он связался со страшной чернолунницей, а я уже вам закидывал удочку. Мы на третьем курсе будем про чернолунниц и про чернолунников. Это была вдова Влада Листьевна. Я говорил вам, что есть женщины и мужчины, за которыми идет целая цепочка. Это говорили мы с вами, причем недавно, и мы говорили, что вот как опасно, ну, когда тему брака изучали, что с обдовой и левдовцом связываться можно, но опасно. Продолжение следует...